Приветствую вас на канале Искусство в интерьере. С вами художник Наталья Боброва. И это четвертый урок, посвященный созданию барельефа. В первых двух уроках я создавала барельеф, наносила основную массу. В третьем была доработка резаками и грунтования. А в этом уроке я работаю с краской. Так как барельеф выполняется двумя видами разной штукатурки. Одна с целлюлозой, другая на основе гипса. То после высыхания штукатурка приобретает разный оттенок. Мой барельеф не окрашивается в белый цвет, а тонируется. Поэтому, конечно же, удобнее с ним работать, если он полностью выкрашен в белый цвет. То есть представляет собой подобие белого листа, на котором еще ничего не нарисовано. Но есть фактура. Поэтому на первом этапе окрашивания я полностью прокрасила весь барельеф белым цветом. Лучше всего использовать для этой цели кисточку, потому что нужно прокрасить все углубления. Краска у меня идет интерьерная, белая. Первой базе, чтобы была поярче, можно использовать просто белую. Очень хорошо, если краска у вас крепкая и моющаяся. Потому что в дальнейшем, когда будет наноситься патина или там вестись работой губкой, есть большая вероятность, если краска некачественная, ее стереть губкой. Поэтому краска должна быть действительно качественной и моющейся. Я люблю работать краской амфиболин. Она используется для фасадов и для интерьеров. Видео уроки на эту тему вы найдете у меня на канале. Также стена, где располагается барельеф, перекрашивается. Мы решили, выбрали новый цвет для стены. И поэтому выкрасила я ее только после того, как барельеф был создан. И были завершены все грязные, пыльные работы. Для того, чтобы правильно подобрать цвет будущего барельефа, естественно, нужно покрасить сначала стену, а уже потом вести работу над всеми барельефом. После того, как белая краска у меня высохла, я взяла ту же самую краску, которую использовала для окрашивания стены в другой цвет. И прокрасила все углубления, которые есть в барельефе, все глубокие места этим темным цветом. Это елки, дерево, листья и также элементы переднего плана, натюрморта. То есть все, что мне нужно было углубить, я туда закрасила, затерла вот этот темный, более темный цвет. Сверху, немножко для того, чтобы была плавность перехода, использовала дополнительно белую красочку. И местами также где-то фон подчеркнула таким средним тоном, белый вот с этим коричневым. Это нужно также для того, чтобы барельеф по цвету сгармонировал с цветом стен. Краской, так же как и патиной или сирами, можно выявлять фактуру, только она имеет более плотную консистенцию, смотрится немножко по-другому. Поэтому первый этап я сделала именно краской, а уже второй этап росписи барельефа я выполнила при помощи патины, который является таким полупрозрачным, легким материалом, похожим на акварель. Если у вас нет в городе патины, вы можете попробовать использовать специальные лисирующие составы, которые тоже колируются. В некоторых интерьерах даже такой барельеф, выкрашенный просто двумя основными цветами и промежуточными оттенками, может являться законченным, готовым. Но в моем случае барельеф будет еще и тонироваться, он приобретет более живой вид. И как я его затонировала, как работать с патиной, с полупрозрачными материалами в барельефе, смотрите в следующем видео уроке на канале Искусство Интерьере. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки и до встречи в новых видео уроках. Пока-пока!